Здравствуйте, друзья! Рада приветствовать вас на канале. 30 декабря, город Каменск-Уральский, Свердловская область. Сегодня я хочу показать вам, что мы получили в продажу, какие семена овощных культур. Ну вот буквально так, сегодня у нас пятница. Вчера? Да, вчера мы получили в продажу вот этот товар. Здесь я покажу часть овощных культур. Отдельно еще сниму ролик по огурцам, так как огурцов достаточно много. И один ролик, если снимать, то будет очень затяжной. И очень красивые цветы. Тоже по цветам будет отдельный ролик. Сейчас у нас в преддверии нового года. Большие длительные выходные. И я думаю, что как раз в эти выходные, как раз после того, как мы встретим Новый год 2023, можно будет прийти и уже закупить все семена, какие вам нужно на новый сезон. Ну давайте начнем ролик, не будем затягивать. Томат Корозон. Это гибрид, высокорослый, 280 грамм средняя масса плода. Очень хорошие отзывы об этом томате. И, конечно, мы его закупили по рекомендациям покупателей. Вот видите, масса плода 250-280 грамм. Очень вкусные, сладкие, с легкой кислинкой и фруктовыми нотками. Вот. Такой вот томат для теплиц. Следующий сорт томата – самбол ананасный. Вот я хочу протестировать эти два самбола. Здесь у меня будут показаны раннеспелые, крупноплодные, сладкие плоды. Подходят для приготовления вкусного сока. Но сок будет некрасивый из такого цвета томатов, конечно. Поэтому для сока вряд ли он подойдет. Вкусный может быть, но цвет будет точно некрасивый. 1,7 метра в теплице высота этого томата. Средняя масса плода 400-600 грамм. Зеленоватые, с розово-коричневым оттенком. Так, и что у нас тут? Урожайность 8-9 килограмм с квадратного метра. Ну, получается, с двух растений. В принципе, это не такая уж большая урожайность. Но я хочу попробовать. Говорят, что очень действительно вкусный этот сорт томата. Поэтому протестирую. Наверное, ананасный протестирую. А полосатый, если что, до следующего сезона оставлю. Так как у меня огромный выбор в этом году сортовых томатов, которые нужно протестировать. Самбол полосатый. Ну, мы видим тут шоколадная линия. До 2,20 высота этого растения. Средний спелый, сладкого вкуса, хорош в салатах. Ну, конечно, в салатах такие томаты, они не только вкусные, но они и придают окраску очень красивую. Ну, в принципе, и самбол ананасный будет также в салате очень эффектно смотреться. И вот такие томаты, как самбол ананасный, как самбол полосатый, мне нравятся такие томаты консервировать дольками. Они, конечно, смотрятся очень красиво в баночках. Ну, и на тарелочке, когда вы их выложите на блюдце, они также будут очень эффектно смотреться и аппетитно, в общем-то. Здесь у нас формируют до 5 плодов в кисти. Плоды массой 200-300 грамм, отдельные до 500 грамм. Мякоть мясистая, сочная, нежная, сладкого вкуса. Ну, вот, в общем-то, вот такой вот еще один томат самбол. Полосатый. Также по рекомендациям покупателей. Следующий сорт сердцеедка. Семена алтая низкорослые, не требуют посынкования, до 15 килограмм с куста. Но я как-то в это не очень верю, поэтому хочу протестировать его в этом сезоне, в сезоне 23 года. Так как высота растения до 80 сантиметров в открытом грунте. И как-то вот не верится мне, что на таком растении высотой всего до 80 сантиметров можно собрать до 15 килограмм томатов. Ну, посмотрим. Так, не требует посынкования. И что у нас здесь? Масса плода 170-240 грамм. Отдельные до 310 грамм. Вот хочу протестировать. Просто не знаю, очень много желающих приобрести именно этот сорт. У нас практически каждый покупатель, который приходит в магазин, ну, просто через одного, наверное, спрашивают. Как раз вот эту сердцеедку. И еще один сорт, также семена алтая. Это цыпочка. Цыпочка тоже меня томат заинтересовал. До 40 плодов в кисти с длинным носиком. Ну, вот такие мне нравятся томаты. Во-первых, цвет мне этот очень нравится. И то, что вот такое количество плодов, в принципе, это вот как сумасшедшие вишни барри. Там, конечно, мелкие плоды. Но там огромное количество плодов. Там, конечно, надо обязательно сдерживать куст. Вот если вы выращиваете сумасшедшие вишни барри, я его в этом сезоне буду обязательно выращивать, сдерживать нужно пасынки удалять. То есть оставлять, ну, буквально один-два ствола. Тогда вы получите не очень мелкие плоды, а такие грамм по 60, по 50. И огромное количество плодов. Здесь же у нас высота растения метр семьдесят тире два метра. И масса плода семьдесят тире сто грамм. Вот такие вот идеально подходят для цельноплодного консервирования. Вот такие вот томатики. Но сумасшедшие вишни барри, даже я, наверное, вас обманула, там не 70, там 50 максимальная грамм была масса плода. Но очень большое количество плодов в кисти. И вот я думаю, что цыпочка – это что-то типа сумасшедших вишни барри, только крупнее. Вот хочу его тоже протестировать в сезоне 23-го года. Так, с 22-м-то мы уже прощаемся. Следующий сортовой томат появился у нас в продаже. Сумочка, высокорослый, салатный, крупный. Пока я не планирую его тестировать. Так, по заявкам и по рекомендациям наших покупателей заказали. Так, здесь у нас в кисти от 3 до 5 плодов. На растении 8-12 кистей. Это, в принципе, очень даже неплохая завязываемость кистей. Формирование, вернее, кистей. И плоды 200-400 грамм. С малым количеством семян плоды. Вот сумочка такой сорт. Можно с него брать семена. Следующий сорт – розовый кит. Индетерминантный, крупноплодный, розовый, мясистый салат. Описание интересное, но и рекомендации очень положительные. В кисти 4-9 плодов завязывает. И масса плода 200-350 грамм. То есть, это достаточно урожайный сорт томата. Ценность сорта – скороспелость, высокая урожайность, отличные вкусовые качества, устойчивость к неблагоприятным условиям выращивания. Я думаю, что действительно заслуживает внимания такой сорт, как розовый кит. Так, с томатами на сегодня все. Тут перцы у нас пошли. Это также семена алтая. Суперурожайный сорт – ягуар. Плоды толстостенные. Толщина стенки 8-10 миллиметров. Ну, такие плоды, как правило, бывают очень сочные. Ну, и что у нас тут? Ну, ничего такого. Средне-ранний сорт. Следующий – крымский богатырь. Семена премиум. Крупноплодный, толстостенный, сочный, сладкий. Что же у нас здесь? Масса плода 180-150 грамм. Высокорослое растение указано. Ну, какое же оно высокорослое, когда в скобочках стоит высота 55-70 сантиметров. Но при этом мощное и раскидистое. Ну, мощное и раскидистое, да. Они, конечно, такие костики много места занимают. Поэтому обязательно им нужно оставлять побольше места. Толщина стенки до 6 миллиметров. Следующий – перец сортовой тоже. Патриция. Компания Аэлита. 240 грамм. Сочный, сладкий, салатный сорт, с толстыми стенками. Здесь у нас кусты среднерослые. И масса около 240 грамм прямоугольной формы. Толщина стенки 5-7 миллиметров. Да, обманула вас. Еще у меня есть томаты. Томаты «Красная гвардия гибрид». Вот этот я обязательно буду тестировать в сезоне 23-го года. Ультраскороспелый. Невысокий. И он хорошо переносит затенение. Я его хочу попробовать выращивать с затененной теплицы. Ультраскороспелый. Что у нас тут дальше? Растение формирует в 1-3 стебля. Я в кисти 7-9 плодов по 150-250 грамм. Вот. Хочу вот этот томат «Красная гвардия». Очень хорошие отзывы. Ну вот у нас, по крайней мере, в Свердловской области, говорят, он растет просто замечательно. Действительно скороспелый. Действительно урожайность хорошая. Надо попробовать. Так. Абрикосовое сердце зебры. Тоже, наверное, буду выращивать его. Похож он на немецкую клубнику. У меня немецкая клубника в этом году такая была. В средний вес 300 грамм. Этого томата. Также получили мы вот такую вот польской селекции свеклу. Пани Бажена. Здесь 7 грамм в упаковке. Я хочу вам показать, сколько это. Вот видите, вот это все семена. И вот докуда вот. Вот. Вот это все семена. Вот такое количество семян. Срок годности тут до конца 26 года. Ну, в общем-то, на пару лет. Кто много даже свеклы высевает, все равно хватит на пару лет. И здесь у нас масса корнеплода 200-300 грамм. Корнеплод округлый, среднего размера, темно-красный, гладкий. И мякоть темно-красная, без внутренних колец. Вот такая вот пани Бажена. И еще одна новинка, которую мы получили. Капуста цветная самоукрывающая Шелли. Это китайская селекция. Очень хорошее описание у этой капусты, у этого гибрида. Средний вес головки 1,5-2 килограмма. Хорошо покрыты укрывными листьями. Что обеспечивает защиту от солнечных ожогов. И также мы дальше видим высокая жаростойкость этого гибрида. Поэтому я думаю, что он пригоден, в принципе, для любых регионов. Потому что бывает даже и не сильно жарко, а если очень солнечно, то головки темнеют у цветной капусты. Те же гибриды цветной капусты, которые жаростойкие, они как-то и меньше темнеют. Ну вот, вот такие вот семена. Хотела сегодня вам показать. Хотела с вами поделиться, что мы получили. Не могу сказать, что в большом количестве мы получили эти семена. Особенно совсем немного. Это у нас абрикосовое сердце зебры. Вот это цветная капуста шелли. Красная гвардия в очень ограниченном количестве. И вот эти два сорта цыпочка и сердцеедка. Очень ограниченное количество у нас пришло. Поэтому не затягивайте. Если вас заинтересовали эти сорта, приходите сразу после Нового года. Мы работаем с 3-го числа. 1-го, 2-го магазин не работает. С 3-го числа магазин работает с 10-ти, с 3-го января, с 10-ти утра до 4-х дня. Магазин называется «Дача». Находится наш магазин в городе Каменскуральский по адресу проспект Победы, 48. Находимся мы в центре здания. Называется магазин «Дача». Вот это важно запомнить. Потому что у нас два магазина в этом здании. Наш и еще один с краю, прям крайний магазин. А мы находимся в центре. И вот такое короткое название «Дача». Приходите. Товар есть. Товар свежий весь. Здесь у нас, как вы можете видеть, срок реализации до конца 26-го года. Но сортовые томаты, в принципе, и гибридные, вы можете хранить даже еще дольше. То есть выбор сейчас просто отличный. Пока вот начало года выбор отличный. Есть из чего выбрать. И, как я уже сказала, и цветов очень много. И других культур. И моркови, и огурцов, и кабачков, и чего только нет. Я просто не могу физически все показывать в роликах. Но вообще выбор очень хороший. На этом я, друзья, с вами прощаюсь. Всем до новых встреч. Пока-пока.